Легкий полет кисти, воздушные, едва уловимые мазки краски, и на белом листе бумаги проявляются первые очертания картины. Так создает свой акварель художник Игорь Масейчук. Он заведующий кафедрой декоративно-прикладного искусства Рыбницкого филиала ПГУ, член Союза художников Приднестровья и автор многих известных скульптур, которые украшают рыбницу. Сейчас мастер посвятил себя в большей степени акварели и выработал в этом виде живописи собственную технику и свой неповторимый стиль. Мне очень часто говорят, что в моих работах чувствуется легкость, одно прикосновение, но за этим стоит очень огромный труд, чтобы этого добиться, этой легкости. Мне хочется передать, чтобы это было легко. Мне хочется передать в работе, чтобы, скажем так, взяли краску, выхлестнули, и вот это все получилось. Но, поверьте, это очень-очень сложно, тем более в такой технике, как акварель. Акварель от слова «аква» — вода, и как вода она капризна и непредсказуема. Одно движение, и краска растечется по бумаге. Игорь Петрович говорит, часто акварель сама диктует очертания рисунка. Во время работы художник погружается в особое состояние творческого полета. Но одного вдохновения недостаточно. Необходимо продумать и образ будущей картины. Я должен уже здесь иметь полностью всю работу, как я ее должен сделать. У меня в голове рождается уже работа. И, естественно, только когда я уже работаю над самой акварелью, мне еще подсказывает сама акварель, и она меня ведет. Бывают такие случаи, что когда ты заканчиваешь работу, проходит какое-то время, и ты не понимаешь, ты ли это писал или не ты. Кто тобой руководил, непонятно. Поэтому это какое-то такое таинство своего рода, когда ты работаешь, и ты весь находишься именно в том состоянии, которое ты хочешь передать. Свои картины Игорь Масичук не пишет с натуры. В них собирательный образ знакомых каждому преднестровцу пейзажей. Это облачные, тонкие, легкие, живые и порой загадочные акварели, великолепные по технике и содержанию. Работа должна вызывать эмоции. Работа должна быть такой, чтобы зрителю хотелось что-то в ней увидеть свое, совершенно свое. Не только состояние, которое ты хотел передать, но и у зрителя должна рождаться своя идея, когда он смотрит на эту работу. Когда мы видим все написанное правильно, все ясно, как фотография, я думаю, что это только мастерство, не более того. Художник должен смотреть чуть-чуть дальше. Художник должен подсказывать зрителю. Акварели Игоря Масичука побывали во многих уголках Земли. Так, наряду с самыми известными художниками-акварелистами мира, он принял участие в международных выставках Таиланда и Санкт-Петербурга. Такую возможность художник получил благодаря социальным сетям, где активно общается со своими коллегами по всему свету. Можно сказать, интернет открыл для него окно в мир международного искусства. В соцсети еще позволяют увидеть работу не только тех людей, которые присутствуют на таких мероприятиях, которые произошли в Санкт-Петербурге, в Таиланде и в других странах, но и в любой момент увидеть вашу работу, познакомиться с вашим творчеством. Это очень важно. Если работу я сегодня пишу, сегодня же ее видит практически весь мир. Намного больше людей общается. С твоим искусством. Это могут быть тысячи, а отзывы-то могут быть сотни этих отзывов. Конечно, это настраивает на то, чтобы в дальнейшем и дальше работать в таком русле. Сейчас художник уже отправил свою работу на международную выставку акварели в Италии. Она пройдет в городке Фабриано, в музее бумаги, где до сих пор сохранилось ее производство по старинной технологии. На этой акварельной бумаге рисовали такие великие художники, как Микеланджело, Гоя и Рафаэль. В том числе благодаря высокому качеству бумаги из Фабриано эти шедевры сохранились до сих пор. Для выставки в Италию я выбрал очень такую интересную работу, которая называется «Дыхание земли», где небо соединяется с землей через полет птиц. Казалось бы, это простая акварель, но там в ней есть очень такой философский смысл. Ну, во-первых, наше состояние, наша природа. И то, что мне хотелось передать, именно свой стиль. А самое главное, что в этом есть соединение какое-то, в самом деле, жизни всей. Круговорот этот, который соединяет небо и землю, и воду, и так далее. В планах у художника выставка акварели в Турции и Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова